Всем привет! Мы сейчас едем в соседний город, Сканнын. Нам нужно туда по делам. Друг моего мужа, Инде, попросил, в общем, поехать на его машине, чтобы пройти техосмотр, потому что он каждый день работает и не может это сделать сам. Вот, поэтому мы на его машине сейчас едем в тот город, чтобы пройти техосмотр. И сейчас заехали на такую остановку в Корее. Мне очень нравятся эти остановки, то есть если ехать с одного города в другой, то можно остановиться, отдохнуть, сходить в туалет, пить кофе, покушать. Вот это мне очень нравится, что поскольку мы недалеко еще отъехали нашего города, здесь море, здесь есть такие небольшие зоны отдыха в виде парков. Сейчас я вам все покажу. Вот так вот это выглядит. Здесь, получается, парковка, машины останавливаются. Вон там туалет, мы тоже туда зайдем. Здесь кофейня. Там Инде покупает еду. Я попросила вот это вот рыбное тесто. Не знаю, как это правильно называть. Здесь, посмотрите, меню. Я еще вот эту сосиску люблю, она такая вкусная. В общем, меню вот так вот выглядит. А мы вот такое сказали. Там бульончик, рыбное это тесто. Вкусно. Вот оно так выглядит. Сейчас мы покушаем. Тепленький. Там бульончик вкусный. Да. Пойдем вовнутрь. Съедим, в общем, это называется Одент. Потом я тоже быстренько пройду и вам покажу. Сейчас пойдем вовнутрь. Вовнутрь тоже можно заказать еду. Санитайзер. Здесь игровая зона для детей, но сейчас она закрыта из-за короны. Кстати, вроде бы у нас ограничение потихоньку... Ой, людей так много. Ограничение потихоньку убирает. Здесь, получается, кушаешь. Вот такой вот вид на море. Не знаю, может здесь фонтаны бывают летом, либо просто водичка. Фонтанов я никогда не видела здесь. Сейчас мы быстро поедим. Ну, как сказать, поедим? Перекусим? Мы всегда, когда едем, я прошу ему, чтобы мы уже едили на остановку и съели вот эту штуку. Так, вот можно на улицу тоже покушать. Здесь такая смотровая площадка. Там кофейня. Ой, посмотрите, как красиво. Я вот здесь вот зайду, чтобы было повыше волны сегодня. И как это красиво смотрится. Так, пофоткаться можно в сердечках. Так, я сейчас еще зайду в туалет. Я вот здесь вот допиваю свой бульончик. Вот такой чуть-чуть со стринкой. В холодную погоду прям самото. Это символика Олимпийских игр, когда она проводилась в Корее. Сейчас я выкину этот стаканчик. Видите, здесь мусорка. Что-то мусор нужно разделять. Выкинем. Я не знаю, куда, блин, деревянный выкидывает, но я тоже туда выкину. Так, и что-то я МД не вижу. Где он? Вы не видите? Вы не видите его? Я не вижу. Так, ну ладно, пойду я тогда в туалет, а потом ему позвоню, спрошу, где он. Цветы цветут. Автоматики всякие есть. Так, здесь для инвалидов. И если, допустим, я бы с Саминой пошла, да я так зайду вам, покажу, что детский туалет, столик для ребенка. Здравствуйте, пожалуйста. Вот женский туалет. Вот мне очень нравятся тоже туалеты на таких остановках, что они чистые, они бесплатные. Бесплатные туалеты. Для меня, конечно, это был шок, когда я только приехала в Корею. Потому что мы гуляли с Мэм в парке. Я говорю, я хочу в туалет. И достаю кошелек. Он говорит, а кошелек тебе зачем там? Я говорю, ну как, заплатить за туалет? Он говорит, не надо платить за туалет. Вот. Так, ручки помыть здесь. И здесь она сенсорная. Здесь сушилка. Ой, здесь как-то какая-то синяя. Ладно, побаловалась и хватит. В общем, вот так вот выглядит туалет. И, кстати, каждая, ну вот каждая такая остановка, у нее разная тематика. Сами! Все, мы поехали дальше. А, еще знаете, вот что очень приятно? Я считаю, действительно, ну, важное. На таких остановках есть место. Там стоит инвалидная коляска. Коляска для ребенка. Вроде бы костыли еще, я не знаю, сейчас посмотрим. Да, вот так вот это выглядит. И, то есть, если это необходимо, это можно взять, воспользоваться, естественно, положить на место и поехать дальше. Просто, это, конечно, супер. Сабина! Сабина! Дочь, что за пальцы мы за счет? Все, поехали дальше. Все, мы приехали на техосмотр. Вот так вот здесь машина будет, люди становятся. Потом водители выходят с машины, проверяют. Там есть зал ожидания. Можно туда пойти, там подождать, пусть купить. Вот. Но Сабина в машине долго сидеть, конечно, невыносимо. Я, кстати, что-то раньше не замечала сирень в этом, в Корее, в этом. А здесь, вон, сирень. Ну, что-то пахнет, не пахнет. Ну, пахнет вблизи, а так не пахнет. Дочь, а смотри, какие цветочки. А потом вот сюда вот машину отъезжают на ней те, кто проверяют все. Водитель садится и уезжает. Сейчас так вам засниму. Вот так вот это выглядит все. Мы приехали немножко погулять около моря, потому что в заведение, в которое мы хотим пойти, там брейк-тайм, они работают с пяти часов. Не понимаю я, конечно, когда в общепите... Не понимаю, когда в общепите, конечно, есть перерыв на обед, но да ладно. Вот здесь вот очень много костейн, кофейни, кофейни, как правильно, поправьте меня. Море, цвет вообще очень красивый. Там отели, здесь тоже кофейник, кофейник, кофейник. Морем просто очень напахнет. Вот эти ребята сейчас записывали танец для тиктока, такими ласками. Кабинка уснула, спит на мне. Уткнулась к маме в грудь и спит. Соску там посасывает. Как я люблю гулять в красивых местах. Не пойти на мост, потому что, скорее всего, там будет ветер на нем. И не хочется Сабину морозить, да и самим не хочется морозить. Здесь сошили ресторан. Вот сколько рыб на дно они прилили. Даже какой-то маленький трасс на этом есть. А вон уже все. Камбала. Камбала, какова? Ну я, в принципе, такой золоток в рыбе, что только Камбала узнаю. Да. Это нюни, нюни, нюни. Ага. И тут есть, вон. Да. Это нюни, вот он тоже есть. А, нюни, 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 нюни. В общем, это разные рыбы. По мне это все Камбала, но вроде он как говорит, что одна из Камбала, а одна палка что ли. Что у них как-то глаза в разные стороны смотрят. До одних влево, у других вправо. Вот так и различишь. Может быть, или палка, может быть, я ошибаюсь. Маленькие краники. Да, ну там, там не вести, не маленькие. Здесь какой-то кафе с утками. Иго, копишоп? Нравится вот в такие кафе с панорамным видом. От потолка до пола просто все застеклено. Окна такие. Здесь вкусные чесночные булки. Я, если честно, подумываю съесть, но мы же поедем кушать. И вот надо как-то себя в руках подержать. Я пришла в такое кафе. Здесь с кальмаром. Все связано. Видите, кальмар и отминок. Закатала американо. Вот пола цена. Американо горячее. И вот надо быть какая-то булочка в виде кальмара. Кальмары. Надо здесь. Игра в кальмары, естественно. Акрибутика. Кто смотрел, кстати, как вам понравилось, не понравилось. Сериал смотрели этот корейский игру в кальмарах. Также есть мороженое. А черное, наверное, потому что там чернила кальмара. У кальмара же есть чернила. Вот, наверное, я не знаю, либо просто для цвета, либо действительно она там есть. Тоже так мороженое кальмар. Тоже видите, мороженое не детально. Ну и здесь тоже такая канцелярия с кальмаром. У корейцев вообще с кальмаром, знаете, близкие отношения. Они, если, допустим, некрасивый человек, то они, могу сказать, если лицо такое большое, вот, да, здесь внизу, то есть лица, где подбородок расширено, так могу сказать, что у тебя лицо какого кальмара. И это не комплимент, это наоборот, что как бы страшненький. Брюки такие, знаете, вот в кальмар тоже у них так сушится. И в таком виде подается. Такие крючки. Вот мой кальмарчик. Милашка. Такие ложечки дали, потому что оно горячее, только испекли. Сейчас будем пробовать. Будем есть в таких экстремальных условиях. Горячее всегда. Мое. Ти-ди-ди. Так, ладно, будем ложечка пробовать. Ну, это, мне кажется, не сладкое, а даже с овощами, наверное. Так, съели мы с НД напополам эту булочку, потому что все-таки у нас впереди еда, и я как бы там уже поела. Но те мы тоже напополам съели, так что не подумайте, что я через каждые пять минут ем. Ну, можно сказать и так. Как-то в кофе то, что попила, прям мне потеплее стало. Так, мы приехали. Вот, это выглядит так заведение. Я увидела в инстаграме, мне понравилось, как там выглядит еда. Сейчас еще. Без пяти. Через пять минут они должны открыться. Люди уже ждут. Здесь такой таун, но не видно, правда, отсюда, но если там ехать, очень много ресторанов. Просто рестораны, 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 рестораны. Такой район ресторанов. Ребенок такой же взрослый, здесь все заляпано, ты же моя сладкая. За стультиком сидит, вообще, отходим и мусички. Собина. Слили нам нашу еду. У меня вот такой вот микс из рыбы. Там внизу рис. Уиндэ, икра, ежа. Уинда. Это омлет. Ах, вкуснятина. Ну, красота. Что, приступим? Если кто-то тоже кушает, приятного аппетита. В общем, не получится у меня сильно много вам здесь показать еды, потому что у Сабины играет в мультики, там играет музыка, и с музыкой ничего слышно не горит. Поэтому, сейчас я вам так немножко покажу вблизи этот кинет. Кинем, соки и кинемпакты. Креветка есть сырая. Выпадка, ну все. Выпадка, ну все. Просто руки. Вкусно. Муж мне дал пунца. Он во рту просто растает. Потом есть красная рыба, белая и грибочок. И сейчас я съем икру ежа. Давно скучнила, в детстве много его. Мне нравится, я вообще в Корее полюбила сырую рыбу, так в России я ее и не ела. Хотя у нас как бы ежи заведение в Коре-Востоке есть и продается сашими, но больше стричь, потому что там роллы, да? Роллы такой я люблю, но там как бы сырая рыба очень редко когда. В основном соленая, копченая. И поэтому сырую рыбу, можно сказать, я научилась есть в Корее. Сейчас еще добавим и пирь. И пирь тоже я полюбила уже когда выросла. Мы покушали, все, сейчас уже поедем обратно машину отдавать другу. И как бы в принципе вкусно, потому что я говорю, что я увидела это в Инстаграме, и это очень красиво выглядит. Я говорю, давай там поедим. И ну как бы вкусно, но что-то мне показалось, что дороговато. Как-то я соотношение цена-качество, наверное, не очень удовлетворена. Но так и неплохо. Так, мы вернулись домой, а у нас тут посылки на Бресли, сейчас надо все завезти. Так, вижу, собранные памперсы и еще что-то. Не знаю, что надо смотреть. Открываю коробки, и понимаете, вот такая вот коробка просто огромная, и в ней лак. Почему нельзя в маленькую упаковать? Почему нельзя в такую огромную коробку, блин, упаковать маленький лак? Знаете, тоже немножко сейчас такая особенность корейская, не знаю, как это правильно сказать. Уже я вам говорила по поводу машины, да, что можно оставлять открытой. Но некоторые оставляют, и как бы мало вероятности, что куда-то машина денется. Сегодня нам пришла посылка, мы с Абиней заказали планшет, чтобы она смотрела мультики на нем. Нас целый день не было дома, эта коробка у нас целый день была под дверью. И как бы она вот, все на месте. Планшет на месте, никто его не спер. Еще заказала вот такую вот шляпку, Сабине. Будет она у меня мадам Брошкина. Сабина, доча, надо будет ее постирать, и все, и можно будет носить. Чего, не нравится тебе? Да красиво! Ой, ладно, на сегодня это все. Всем пока-пока! Звучит музыка! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok